друзья приветствую вас это яков это очередное видео на канале здравость сегодня мы поговорим на такую тему которая точно наверное кажется спорной ну может быть и нет но по крайней мере мне сейчас так кажется точно окажется провокативной вот звучит так почему опасно и вредно заниматься медитацией то есть это видео из серии этих видео ну давайте даже отступим и скажем так вот есть большое количество вещей и большое количество людей которые как бы имеют такие умы которые как бы так в принципе настроены в этом мире так живут у них такие судьбы вот и этим людям нужно что-то дать да как бы чтобы в общем как-то у них как-то не знаю там развитие шло или то есть я опять же не знаю что такое развитие то есть об этом сложно говорить это какая-то вообще непонятная тема вот но соответственно в общем этим людям так или иначе ощущается как будто им нужно что-то дать вот это видео не для таких людей до соответственно это видео для людей у которых наоборот нужно что-то забрать вот как бы это такая вот оговорка до значит до того как я даже начну говорить на эту тему соответственно вот это видео в общем не для всех вот так что имейте это в виду вот и хочу тогда начать соответственно почему как бы опасно и вредно заниматься медитацией значит во первых нужно сказать что я не имею ввиду там опасности медитации там для людей например у которых ну может быть какие-то ментальные трудности вот им как по факту как бы не особо не особо полезно этим заниматься да то есть когда объективно есть какие-то такие вот ментальные заболевания какие-то то есть это само собой разумеющееся здесь я даже в этом видео это не рассматриваю да то есть как бы как там когда-то в древности например там йогой не рекомендовали всем заниматься да то есть там кому-то например не нужно было этим заниматься вот именно по таким причинам да соответственно вот это само собой разумеющийся здесь речь идет сейчас как бы о таких вот здоровых адекватных людях, которым, в принципе, можно заниматься, там можно сидеть, там на дыхании концентрироваться или там, не знаю, на ретрит съездить. Вот и, соответственно, вот как бы в чем опасность медитации, да, как бы и почему не стоит ей заниматься. Давайте сейчас тогда уточним, что я, собственно, имею в виду под медитацией, да, до того, как наши или ваши умы как бы куда-то побежали, уже сделали какие-то выводы, там наэмоционировали, например, по какому-то поводу, да, там, я занимаюсь медитацией, ты не прав, там, или еще что-то. То есть надо сказать, что такое медитация. Соответственно, медитация, под медитацией я понимаю любую технику, которая включает в себя концентрацию. Вот неважно, на чем концентрироваться, на образе, там, на дыхании, там, на, не знаю, вот хоть на чем, на божестве, там, на чем еще люди концентрируются, на каком-то объекте физическом, да, как, например, пламя свечи или еще что-то. Вот, соответственно, то есть почему, как бы, не стоит этим заниматься? Это имеет свою пользу, как я уже сказал, да, для каких-то людей, то есть это может успокоить ум, то есть если человеку трудно живется, там, сходит с ума, какие-то страдания, да, соответственно, там, еще что-то, он там не может от чего-то отклеиться, вот он этим занимается и, вроде бы, становится полегче. Чудесно, и пусть это будет, наверное, как некая такая гимнастика ума, замечательно, да, но я не в этом смысле имею видео, как бы, да, почему, почему не стоит заниматься. То есть не стоит заниматься тем, кто действительно хочет увидеть то, собственно, как обстоит реальность, да. Почему? Потому что такая любая медитация, она все еще включает в себя процессы эго. То есть буквально это как некая такая эгоцентричная практика, да, то есть почему, ну, банально, то есть, например, если мы концентрируемся, значит, есть кто-то, кто концентрируется, то есть есть какое-то я, да, который концентрируется и, соответственно, пытается этой концентрацией что-то сделать, там, до потери пульса, там, остановить свой ум, получить какой-то духовный опыт, слетать в какой-то другой мир, да, и, соответственно, это все равно есть я, но нет при этом фундаментального понимания, что я, что то, что мы понимаем под я является всего лишь фундаментальным процессом, да, то есть это не какая-то, как это сказать, не какое-то там конечное существо, на которое вот как на гвоздик можно повесить такой ярлычок и сказать вот это я, да, как бы вот он я, то есть это как некий процесс, вот, и как раз вот занятие такими практиками фундаментально не позволяет это увидеть, потому что я все еще сжимается, все еще как бы оперирует вот на этом даже самом, может быть, тонком и глубинном уровне, да, соответственно, то есть в некотором смысле это как такой нарциссизм, то есть такой вот эгоцентризм-нарциссизм, вот, и как бы это является достаточно большой проблемой, потому что, как бы если брать нас как вот, то есть аналогия, которую я для себя так представляю, вот есть простыня, да, какая-то большая и в простыне есть такие щипки, то есть вот кто-то подошел, так помял простыню в разных местах, вот эти щипки это мы, да, как бы каждое там живое существо, соответственно, до тех пор, пока щипок думает, что он щипок, да, как бы и он что-то там делает, и он каким-то целям стремится, то есть у него нет полного понимания. И щипку, чтобы понять, что он, как бы, сути есть простыня, да, все, что ему нужно сделать, ну, это, опять же, звучит просто, но это нелегко, ему нужно, наоборот, разжать свое эго, то есть отпустить, да, и получается концентрация это как нечто обратное, да, особенно, как бы, очень круто может взращивать такие штуки, как, ну, например, наверное, можно назвать духовное эго, да, когда мы думаем, что через занятия практиками мы становимся как-то там лучше, то есть мы как-то там становимся лучше, чем другие люди, да, это на самом деле полная иллюзия, потому что щипок есть щипок, да, как бы, не важно там щипок такой или щипок другой, вот, щипок есть щипок, и щипок есть суть простыня, да, как бы вот такая вот интересная штука, вот, и получается, что на самом деле, вот, медитация, как такая вот, как такая техника, она человека очень круто в этом останавливает, да, и большая редкость, ну, вот это понять, то есть мало кто может, как бы, вот, въехав в эти темы, во-первых, заниматься ими по сути, то есть человек, например, может ими заниматься, чтобы, там, допустим, успокоить свой ум, тогда он, ну, просто, как бы, занимается вот техникой, чтобы, как бы, эгоцентрично нужно что-то там делать, да, или он, наоборот, может, например, заниматься этой техникой, да, там, чтобы, допустим, просветлеть, да, чтобы это не значило, соответственно, просветление может хотеть только эго, то есть простыня не может хотеть просветления, простыня – это и есть суть просветления, да, как бы пробуждение, как угодно, вот, а просветление может хотеть только щипок, то есть до тех пор, пока мы используем практики, чтобы там что-то сделать, соответственно, у нас все еще проблема, потому что мы видим это все все равно с ограниченной, с ужиной, с зажатой точки зрения щипка. И это и есть как бы проблема и опасность. Опасность заключается в том, что мы как бы эту идею эгоцентричную потом не можем отпустить. И вот чем тоньше эти идеи, то есть человек, например, который, допустим, ну какие-нибудь эгоцентричные идеи, типа там, ну вот важны там, не знаю, машины, квартиры в жизни, допустим, это там неплохо, нехорошо, то есть ничего не отрицаем, но в каком-то смысле это такие достаточно грубые, очевидные вещи, как в каком-то смысле человеку легче увидеть то, что как бы слушай, вот это ну в принципе не то, там к счастью не приводит, удовлетворение дает, надо отпустить, да, и человек пытается это делать. Но вот именно в плане медитации это сделать намного сложнее, потому что это намного более тонкая вещь и, соответственно, когда дело касается ну таких вот духовных, что ли, вещей, то есть у людей как-то, не знаю, там размывается как бы некое понимание и, соответственно, сложно становится, ну, в общем, иметь какую-то мудрость, какой-то здравый смысл, да, частенько здравый смысл, в принципе, там не помогает, потому что, ну, как я уже сказал, вещи такие достаточно скользкие, вот, и в этом и опасность, то есть там можно очень серьезно застрять. Поэтому вот для тех, кто готов это услышать, вот как бы ладонь разжать, да, как бы не щипок вот этот на простыне сужать, а наоборот разжать ладонь и отпустить, да, как бы что это значит, ну, в общем, разные варианты есть, вот как бы как вариант ничего не делать, то есть просто жить и, как говорили, например, там те же дзан-мастера, практика состоит в том, чтобы умывать лицо перед ужином и перед обедом, да, вот такой вот немного, как сказать, может быть загадочная такая штука. Вот, кстати, интересно, что вы об этом думаете, как вы думаете, что значит выражение? Вот что значит? Это как коан, как загадка. Практика заключается в том, чтобы мыть лицо перед ужином и перед обедом, или только перед ужином, или только перед обедом, да, вот почему так. То есть, соответственно, вот такой вот момент, да, просто посидеть, то есть посидеть, ничего не делать. То есть есть, как бы, например, целое направление, так сказать, называется дзадзен, просто сидение, то есть когда мы ничего этим не достигаем, да. Если есть какая-то идея, что я буду сидеть в дзадзен, чтобы там разжать, не знаю, там свой щипок, так сказать, это уже проблема, то есть это уже не дзадзен, то есть получается опять вдруг, как вы видите, щипок уже думает о том, как что-то сделать, то есть вот таков наш ум, таково вот эго, таковые структуры эго очень интересные, да, поэтому, наверное, посыл этого видео примерно таков, что вот как бы опасность заключается именно в том, что можно там застрять. Ну, опять же, наверное, как бы в каком-то космическом, метафизическом смысле я не вижу в этом каких-то проблем, то есть я этим видео точно не пытаюсь там кого-то спасти от чего-то, там еще что-то предостеречь, делаю чисто из позиции, вот, ну, может быть, там есть люди, которые готовы это услышать, которым, может быть, так своевременно будет, если они сейчас это услышат, вот чисто из этих соображений. Так что интересно ваше мнение, пишите, что вы думаете, пообсуждаем. Это Яков, канал Здравость, до встречи в ближайших видео. Спасибо. Спасибо.